В отношениях понял, что всё хорошее, что ты делаешь для девушки, всё хорошее, тут же начинает восприниматься как... Они такие... Перенёс болезнь Боткина гепатит А. А действительно ведь? А почему нет? А вы что? Вы можете кофе по-восточному? Ну так, так бесит, потому что я знаю, что есть дохрена парней, которые никогда не приводили, что дверь в машину. Никогда. И у них девушки гораздо счастливее, понимаете? Потому что он один раз случайно отбыл, он такой... Он такая счастливая, не крынайся, мама, видела? Я её недавно в Дубай отвёз, и она в Дубае на меня обиделась, прикиньте? Я такой, не, насрать, копи, в Москве расскажешь. Неинтересно, в Дубае максимум, как ты можешь обидеться, это... Это я машину избил, понятно? Это справедливо. Она такая, блин, дурак, вот так должно быть, понимаете? У нас семейный бюджет, теперь, прикиньте, семейный бюджет. Всё поровну пополам поделила, всё честно. Она говорит, доходы ты, расходы я пополам. Вообще шикарно будем жить, а? Я недавно пишу, что делаешь, она говорит, на Ламоте сижу. Я говорю, на Хэтхантер зайди тоже, там тоже поищи. Нормальный сайт. Короче, недавно с девушкой расстался. Слушайте, я на самом деле, я всегда, короче, очень бедно жил, я жил в Нижнем Новгороде. У меня было до хрена кредитов, прям очень много кредитов, но ни разу в жизни мне не пришло в голову, типа, а возьму-ка микрозаймы. Знаете, микрозаймы, у них официально 700% годовых, и всё-таки нормально. Случит как немножечко, ну, 700... Вы знаете, что такое 700% годовых? Это когда ты взял полторы тысячи, и тебе нужно вернуть Крым. Вот это, ну, это, ну, и люди берут. Ну, знаете, почему берут? Потому что название прикольное, типа, микрозаймы. Микрозаймы. Придут микроколлекторы. Микропаяльник в жопу я не замечу вообще, но, понимаете, я недавно встретился с девушкой, она, типа, из Нижнего Новгорода. Это нормальный город, это не провинция, но я её увидел, я такой, ты и есть провинция. Я объясню, я подъезжал на Лексусе, и увидел, что она снимает сториз, что я еду на Лексусе. Я такой, о-о-о, я тебя понял. А вон, а сейчас я подогрев сиденья включу, ты полнометражку снимешь. Ну, понятно. И это ужасная история, я очень извиняюсь, это отвратительная история, но я это пережил, я не хочу один с этим жить. Я вам расскажу, я... И я клянусь, мы едем, она в моменте такая, хочешь, жопу покажу. Я такой, чё? Ну, я, ну, мне 26 лет, я, наверное, даже испорченный парень, я живу несколько лет. В Москве и так далее. Ну, мне бы ни разу в жизни не пришло в голову сказать девушке в машине, типа, а покажи-то жёпу, покажешь? И очко покажи-то своё. Ну, это так мерзко. Ну, она такая, хочешь жёпу покажать? Я так охренел, я такой, да, конечно, ну, я... От такого не отказываются, пацаны, точно. Ну, это ужасно, я очень извиняюсь, но она просто ехала.